В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Реализацию национальных проектов обсудили в Наринмаре Александр Гудсан и Юрий Бездудный. К зиме готовы. В Наринмаре дан старт отопительному сезону. Амдерма – место, спрятанное от пытливых глаз. В репортаже нашей съемочной группы. Александр Гудсан, полпредпрезидента России в Северо-Западном федеральном округе, посетил с рабочим визитом Ненецкий округ. Александр Гудсан провел в Наринмаре совещание по вопросам реализации национальных проектов с участием временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа, председателя собрания депутатов, профильных заместителей губернатора, представителей окружной прокуратуры и регионального управления Министерства внутренних дел. В начале совещания полпредотметил. Пандемия, новая коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения внесли свои коррективы в реализацию национальных проектов. Вы это сами прекрасно знаете, прекрасно чувствуете на местах. Борьба с эпидемией еще продолжается и сейчас важно на фоне имеющейся динамики с одной стороны действовать аккуратно, с другой продолжить усилия по созданию условий для нормализации работы экономики, социальной сферы, а также по реализации национальных проектов. Национальные проекты будут скорректированы, а также разработан единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Тем не менее, нам необходимо приложить все условия для исполнения ключевых показателей национальных проектов, установленных на текущий год. Ненецкий автономный округ принимает участие в большинстве федеральных проектов. Объем финансирования национальных проектов в прошлом году составил 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Освоение средств составляет почти 91%. Достаточно большой показатель для северо-западного федерального округа. В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов Ненецкому автономному округу предусмотрено 6,5 миллиардов рублей. Цели национальных проектов были и остаются нашим главным приоритетом. Несколько дней назад был введен в эксплуатацию один из самых крупных социально значимых для жителей округа объектов строительства в рамках национального проекта образования – новое здание городской школы номер 3. Прежде всего, 700 семей на ренмарцев получили возможность повезти своих детей в школу. И еще огромное количество учителей получили нормальные условия работы. И это самый главный эффект от реализации этих национальных проектов. Тема реализации национальных проектов и социально-экономического развития Ненецкого автономного округа стала ключевой и на рабочей встрече Александра Гуцана с Юрием Бездудным, где стороны обсудили вопросы формирования доходной части регионального бюджета в условиях существенного снижения мировых цен на нефть, пандемии коронавирусной инфекции и связанную с этим необходимость привлечения большего объема федеральных средств на строительство социальных объектов в регионе. В ходе беседы Юрий Бездудный обратился к Александру Гуцану за поддержкой в вопросе увеличения объема финансовых средств из федерального бюджета на строительство новых образовательных объектов. Буквально накануне 1 сентября у нас с визитом был замминистра просвещения и мы с ней... Ну как раз вы школу открывали? Да, мы открывали школу в Индиге и третью школу. И именно от жителей существует запрос по строительству школы в Неменосе, школы в Искателях. Для нас это вот следующие самые главные социальные объекты, которые мы просто обязаны для жителей ввести. Иван Сысоев, Владислав Носкин, телеканал «Север». Согласно постановлению мэрии Наринмара, поставщикам тепловой энергии необходимо обеспечить подачу тепла к 4 сентября. Среди таких поставщиков наиболее значимым является предприятие объединенных котельных и тепловых сетей – ПОК ИТС. По словам его директора, полная готовность к началу отопительного сезона была достигнута к назначенному сроку. Мы готовы были включить отопление, так как у нас прошли уже пробные топки на всех котельных 31 августа. Но мы… Почему еще сейчас не все дома подключены к системе отопления? Потому что не все управляющие нам направили обращение по поводу готовности систем отопления в жилых домах. Внутри домовых систем. Да, внутри домовых систем. Мы имеем право подать теплоноситель только после того, как будем оповещены, что внутренняя система отопления готова к приему теплоносителя. Необходимо понимать, что не все целиком и полностью зависит от предприятия, поставляющего тепло. И поэтому с вопросом, если что вдруг обстоит не так, надо обращаться в первую очередь в свою управляющую компанию. Работы по модернизации котельных, как убедилась наша съемочная группа, ведутся постоянно и будут продолжаться. Однако на нормальное прохождение отопительного сезона это практически не оказывает влияния. Фигурирует пять мероприятий, которые на сегодняшний день выполнены на 80%. Но это не значит, что не будет подано тепло в те или иные дома. Отработано у нас все так, что тепло будет подано вовремя, только будут кратковременные отключения на время врезок. Констатируем, отопительный сезон в Наринмаре стартовал в рабочем режиме. Михаил Веселов, Леонид Шишелов, телекомпания «Север». В поселке Искатели оценили первый этап благоустройства сферы «Детский парк». Работы были выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Новые тротуарные дорожки, декоративное покрытие щебня, парковое освещение со светодиодными светильниками и многое другое. Территорию в центре поселка Искателей не узнать. Сегодня очередной праздник у всех жителей поселка Искателей. Жители давно просили сделать современные дорожки, облагородить территорию. На сегодняшний день мы это получили. Спасибо администрации поселка Искателей за то, что своевременно проторговали этот контракт, контролировали подрядчика. Но мы видим, что подрядчик справился, плитка уложена, озеленение. В дальнейшем, в будущем планируется поставить современные площадки на данной территории, разместить воркаут. Детская площадка «Кораблик», что находится в центре сквера, будет отремонтирована. Игровое оборудование обновят и уложат безопасное покрытие. Работы по благоустройству начались здесь в конце мая. Стоимость благоустройства составила 6 миллионов рублей. Из них более 4,5 – это средства федерального и окружного бюджетов в равных долях. Остальное – средства муниципального бюджета. Мы подумали, чтобы вот этот круг был такой интересный. Ну, не просто вот такой круг и пошли, а мы сделали вот такой, условно говоря, цветок, чтобы эти лучики расходились в разные стороны от этого цветка. Ну, вот немножко такой отступили от этого. Ну, а так сделали разные лепестки. С одной стороны, как бы, плитка пошла в одну сторону 3D, в другую сторону. Немножко разные расцветки, и чтобы оно, ну, красиво было. Проведение второго и третьего этапов благоустройства сквера запланировано на 2021 и 2022 годы. Для его реализации власти поселка Искателей ждут передачи из собственности округа в собственность муниципалитета земельного участка. Там вот немножко, где у нас был, когда-то дом культуры стоял, там мы планируем сделать такую маленькую площадку для маленьких детей. Здесь у нас дети будут постарше. Ну, а вот здесь, на этом месте, мы сделаем специально спортивные снаряды, для того, чтобы занимались, ну, 12-15 лет молодежь приходила и могла заниматься. Сделаем такой, наверное, все-таки по проекту сделаем какую-то там крышу, чтобы освещение дополнительное. Обустройство сквера проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется с 2017 года во всех регионах России. За три года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в поселке Искателей благоустроено 15 дворовых и общественных территорий. Из них 12 в рамках федерального проекта. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Студентам средних профессиональных образовательных учреждениях в Нинецком округе в этом учебном году повысят стипендию. Такое решение во исполнение протокола поручения регионального собрания депутатов было принято в ходе очередного заседания администрации Нинецкого автономного округа, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора в режиме видеоконференц-связи. Поскольку мы с депутатами отрабатываем все эти вопросы вместе, поэтому вами был отработан вопрос о увеличении стипендий для студентов СПО до 800 рублей. Стипендия студентам будет проиндексирована на 25%. На этом же заседании администрации принято также решение передать 51 квартиру в собственность городского округа город Нининмар по улице Сущинского, 10, для переселенцев из ветхого фонда. Мы передаем городу 51 квартиру в новом доме, это 6-7 секции, и в эти квартиры въедут люди, которые сегодня живут в ветхом и аварийном фонде. Надо сказать, что они давно ждут эти квартиры. Это решение очень важное, поэтому я всех вас прошу поддержать это решение. И как можно скорее люди должны получить квартиры не только на бумаге, но и ключи получить и переехать в новые квартиры. Андерма – поселок на берегу Карского моря, место, спрятанное от пытливых глаз. Рассвет арктического поселка, как и его упад, связан с присутствием военной авиации. На Андерминском аэродроме долгие годы базировался истребительный авиационный полк, который был выведен в 1993 году. Огромная инфраструктура поселка претерпела серьезные изменения. В коридорах бескрайней Тундры на побережье Карского моря находится удивительный поселок Амдерма. До ближайшего поселения более 300 километров. Вокруг только море и бескрайняя Тундра. Амдерма располагается за Северным полярным кругом в европейской части России. На побережье Карского моря возвышаются черные скалы. Одна из достопримечательностей поселка и любимое место прогулок местных жителей. Сложенные из слойстых сланцев черные скалы простираются вдоль берега 5 километров. Визитной карточкой Амдермы можно назвать множество живописных мест. Одно из них находится рядом с поселком – водопад Ближний. Водопад служил не только местом отдыха жителей поселка, но и сыграл важную роль в его строительстве. Камень, который добывали здесь большим трудом, шел на переработку в щебень, из которого производили бетонные плиты для строительства зданий. Благодаря подручным материалам возвели военный городок, куда со всей России приезжали военнослужащие. Иван Петрович Конанюк – один из них. В споре было следующее, что здесь год за два и материальные условия, потому что мне надо было кормить и своих детей, и в жены две сестры остались без родителей. Вот тут мне материальная сторона перевесила. Я в Андерму приехал в октябре 1974 года, 28 октября. Выхожу с самолета, в парадной шинели, в хромовых сапогах, а здесь минус 30, и ветер сразу почувствовал север. Тем он приятный и тем он запоминающийся. Так что запомнилось на всю жизнь. Мое первое знакомство с Андермой. В те времена, еще когда поселок городского типа Амдерма разрастался на глазах, население было более 15 тысяч человек. Позже военную часть перебазировали, и поселок утратил былое благополучие. Ну, не передать словами. Я уже взрослый, я это все вижу тогда, и оно сегодняшнее накладывается. Ну, тоска такая по-прошлому, что невосполнима. Невосполнима чем, что уже не вернуть. И если бы оно шло по-лучшему, радуется каждый человек, когда видит, что его труд восторжествовал, что кому-то приносит радость. А тут, видишь, как он затоптан, ну, все вот эти зияющие окна, этот военный городок, вот это, ну, навевает такое, что не передать словами, тоску и печаль. После вывода военных жители потихоньку стали уезжать. Сейчас население поселка около 200 человек. Однако есть и те люди, которые приезжают и остаются там жить. Один из них – Эдуард Кузнецов. Мужчина приехал работать, в итоге остался жить. Я нашел организацию, она находится на улице Шетелина в Петербурге, где я жил не первую пятилетку, около 40 лет. И пришел, спросил, кто им нужен заработчик. Поскольку, поскольку услуга отличной мерзлоты, ветрики должны были ставиться на наберенные весы, им нужны были бетончики. Скажем, собеседование заняло пять минут, после чего мне сказали, что пиши список, чтобы ковать в компейни, а только учти, что это будет командировка сезонная на 2-3 года. Не все покинули поселок. Наталья Ципаркова приехала в Амдрому еще в 90-е годы. Устроилась работать метеорологом и настолько полюбила профессию и место, где живет, что не стала с ним расставаться. Ну, так получилось. Втянулась, понравилась и работаю. Вот уже на пенсии сколько лет, а работаю. Наталья следит за погодой. Переменчивая роза ветров завораживает. От солнечного утра с температурой воздуха плюс 18 до урагана и плюс 10 градусов. И все это в течение двух часов. Правительством подписана программа развития Арктики. И в рамках этой программы к нам приехали ученые под гидой Росприроднадзора. И это только первые ласточки. То есть сейчас идет обследование и изучение всех морских животных, в том числе белого медведя. И это только начало. То есть в следующий год у нас будет все больше и больше таких поездок. То есть мы ждем, что в Амдрому будет увеличение численности жителей. Амдрому терпеливо ждет своего звездного часа. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, телеканал «Север», поселок Амдрому. В Амдрому с нетерпением ждут открытие нового физкультурно-здоровительного комплекса. И оно не за горами. Подрядчик обещает выполнить все оставшиеся работы в течение сентября. Новый социальный объект станет центром притяжения для жителей всего поселка. По информации компании-подрядчика, внутренние работы на объекте практически завершены. Строители занимаются благоустройством территории. Напомню, в марте проверяющие инстанции выявили, что основание под линолеумом, разработанное проектировщиком, не соответствует нормативам. Подрядчик устранил замечание. Возведение ФОКа в Амдроме начали еще в 2010 году. Контракт на строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом был заключен с фирмой «Стройспецмонтаж». Сдать объект подрядчик должен был в конце 2011 года. Однако стройка затянулась. А в 2015 году компания и вовсе обанкротилась. Далее контракт заключили с компанией из Северодвинска, которая должна была сдать объект в декабре 2018 года. С большими нарушениями сроков компания все же достроила долгожданный строительный объект. И уже вскоре андерминцы смогут отпраздновать здесь новоселье. Любители поплавать после долгого перерыва возобновили занятия. В связи с переходом Ненецкого округа ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу, дворец «Спорта-Норд» возобновил работу бассейнов с 1 сентября. Александра Литкова расскажет подробнее. Первую неделю работы бассейна во дворце «Спорта-Норд» его могут посещать только платные группы. При этом действует поэтапное увеличение количества посетителей. Застой. Застой не только в экономике, в жизни и вообще, но и, соответственно, физическое состояние. Физическое состояние, поскольку мы в этот период самоизоляции, не простое для нас время, естественно, поднабрали лишних килограмм. Ну и вообще жизненный тонус бассейн очень стимулирует. По рекомендациям Роспотребнадзора при посещении бассейна будет действовать ряд ограничительных мер, таких как соблюдение дистанции, термометрия и использование шкафчиков-раздевалки с учетом дистанции не менее полутора метров. Существуют ограничительные меры. Они уже, наверное, всем понятны. Это входной фильтр, дезинфекция рук, в соблюдении социальной дистанции. Значит, с 1 сентября у нас уже в полноценном режиме работают так называемые платные группы абонементные, а с понедельника, 7 сентября, в полном объеме начнут работать уже детские группы, учебные, тренировочные группы в учреждении. Для посещения бассейна необходима предварительная запись у дежурного администратора. Количество людей, которые могут находиться в бассейне, будет ограничено, а продажа безлимитных абонементов пока приостановлена. Кроме того, соревнования отменены до конца года. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является городское кафе «Артишок». Продолжение следует...